Не ждите меня В натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще, бля, погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый полушек На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это в натуре Добрый вечер, друзья! Сегодня 10 декабря 2020 года, четверг вечер И сегодня заключительная передача на туре Сезон у нас завершился невероятным образом Невероятным матчем Это финал Кубка Запада И прежде чем мы поговорим о финале ФКСП Титана Давайте вспомним, как это было А Вадим то штрафной И пришлось Севастярова убережать самому Но времени уже не осталось Команда футбольного клуба Сотрудников прокуратуры Переворачивает матч Последние мгновения Забивая на последних секундах Переводя встречу в экстра таймы И вырывает Впервые случившемся дополнительном времени Выбивает победу И празднует Сейчас будет качать Михаила Лунина Да, еще раз Еще раз В этом сезоне Михаил Лунин Отправляется туда Чуть выше, чем Земля Да Тренер ФКСП Макс Ну вот я хочу сказать Командам Вот такое Огроменное спасибо За этот матч Ты знаешь Сезон получился Сложным Неоднозначным Где-то Для кого-то хорошим Для кого-то не очень Разнообразным Но вот то, что команды Сделали в финале Честно, я не видел Такого давно Я получил Колоссальнейшее удовольствие Еще раз убедился Что Это топ Команды Которые когда надо Могут сделать Настоящее Шоу Даже в театр Можно не ходить Сейчас Многие закрыты Где-то Не всех пускают Где-то надо Тяжело приобрести билеты И так далее Но вот Пришел я на вернетку парка И в воскресенье Получил колоссальнейшее удовольствие Да, согласен с тобой На днях у нас была Жеребьевка Чемпионата мира В Катаре Который пройдет зимой Вот для нас вообще было неведомо Как это вообще Футбол зимой А в итоге Так сложился год Да Что мы Зимой В минусовую температуру Проводим Финал Кубка Запада До этого провели Еврокубковый финал И он получается Таким сочным Просто супер матч Финалист Кубка ЛФЛ Против Обладателя Кубка чемпионов Финал Убившая Лиги чемпионов ФКСП Титан Просто сумасшедшая Игра Оказалась Просто Даже лучше Чем сумасшедшая Да Просто удовольствие Бери попкорн Пиво Чего не бить еще Вкусненького Смотри Любуйся Ну Я не знаю Высочайшее Мастерство команд Но мне поражает другое, как ФКСП второй день подряд вытаскивает такие матчи, проигрывая к 60-й минуте 4-3, пропуская, точнее, в концовке на 60-й и в дополнительное время, сравнивая еще сначала с Успенским, потом с Титаном. Я вообще просто в недоумении, как это. Да, это какой-то триумф воли настоящий. Если мы в истории мирового футбола знаем Ферги Тайм, когда в концовке дожимают, забивают голы на последних секундах, то ФКСП действительно умудрялся пропускать все. По сути уже, да, до свидания, гудбай Америка. А все-таки забивали на последней секунде и там и там выигрывали. Во-первых, финал Кубка Запада еще примечательный тем, что нету пенальти сразу. Сначала два тайма по 10 минут, только потом серии 10-метровых. Вот, честно говоря, когда забил Титан, я был уверен, что сейчас уже ФКСП не сможет отыграться, потому что пошел навал, вроде Титан, при всем уважении к Успенскому, да, и Успенский мог где-то дрогнуть. Мог дрогнуть, а ФКСП мог все-таки. Плюс это суббота, был первый матч, еще были силы. ФКСП мог дрожать, он это и сделал. Вот с Титаном, я думал, что, ну это как выражение, да, дважды снаряд в одну ромку не падает. Вот, и здесь, думаю, повторить будет невероятно сложно, но ФКСП просто сделал какое-то новогоднее чудо, и вот эти эмоции, которые были, мы обязательно их еще раз покажем. Ну, честно говоря, они говорят сами за себя. Это невероятный макс. Вот на моей памяти круче матча еще, наверное, не было, если честно. А уж финал это подавно. Тут настоящим Дед Морозом выступил Михаил Лунин, да, и отправил свою снегурочку вот такого роста, да, Сергея Даниловского, который на последней секунде. То есть мы тогда удивлялись, да, что вот эту функцию, которую Сергей, да, получил в команде Михаила Лунина, вот выходя на вот эти вот на стандарты, да, вот он выбегал стремительно, иногда даже не успевал штаны снять, потому что бутсы мешали, да, там, или пуховик расстегнуть. Но все-таки это Лунин делал, 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 и в итоге вот в таком матче, в ту секунду, да, и он, и, кстати, до этого еще Анатолий Рябко, да, новичок, тоже угадал тренер с заменой, когда Рябко вышел и в касание такую передачу просто идеальную отдал. Ну, вообще весь этот эпизод, ты сказал сейчас про третий мяч, а я говорю уже про четвертый, ведь был удар же, ведь и Карпов как здорово взлетел, взлетел практически до перекладины. Да, сейф сумасшедший. Да, и при этом все равно мяч он не смог отразить так, чтобы он куда-то улетел, да, он все равно опустился наголо Даниловскому, и тот уже предательски так от газона кивок он сделал. Кивком, да, я не знаю, у меня не было слов, честно, я был просто в большом шоке от того, что произошло в этом финале. Почему так не повезло Титану, Макс, как ты думаешь, это вот, это вопрос психологии здесь? Ну, ты имеешь в виду, Титану повезло с тем, как он играл, то есть игру отлично показал команду. Да, да, и Титан играл хорошо, и ФКСП играл хорошо. Да, тут, ну вот тут сыграла просто тренерская вот эта мысль, тренерская задумка, что они сравняли, все-таки получили вот какое-то моральное преимущество, да, на мой взгляд, и в итоге все-таки Титан, уже все, мне кажется, уже, они уже думали, что кубок все в руках, да, ну, действительно, забили уже в самом конце уже там, а ты помнишь, как Титан выбежала, вся команда, радовались, да, все, ну, как будто дело было уже сделано, и тут просто тебя возвращают уже, то есть, ну, Ну, спереди стал у тебя, условно говоря, да, снимают, что как будто тебе сон приснился, да, мне кажется, все-таки это уже в экстра тайм, который у нас впервые в истории западного, да, футбола, дополнительное время, это сказалось, конечно же, это сказалось. Были 2-2 у нас в основное время, был 1-0 финал, ну, вот такого, чтобы 4-4, еще дополнительное время, ну, такого не было еще ни разу, и футбол, и результат, и эмоции, которые были, они были великолепны. Кстати, буквально на днях выйдет интервью с Алексеем Тринитацким, там, команда, ФКСП, мы подведем итоги этого сезона, есть о чем поговорить. Ну, ФКСП набрал такую форму, и ты знаешь, вот, когда набираешь форму, играешь, еще идет вот этот фарт, которого, может быть, в чемпионате не хватало, но, мне кажется, ФКСП должен быть доволен, выиграть Лигу Чемпионов, Кубок Запада, такой финал выиграть, ну, это все равно здорово. Знаешь, многие татуировки любят делать, а у Дентес фортуна юват, удача сопутствует сильным, то есть, когда ты силен, когда ты мощно играешь, то и где-то везение тоже отказывается на твоей стороне, а от Титана везение отвернулось, но эта команда выдала просто сумасшедший финал, просто классную игру, Титан показал абсолютно, во многом переиграл даже ФКСП. Ну, вот, если у ФКСП была нестабильность в игровом плане, да, например, вообще, по сезону, да, ведь это какая-то, вот этот финал, результат, возможно, квинтэссенция сезона, да, у прокуратуры, за полем было-то все стабильно, понятно, мы говорили исключительно всегда про игровые моменты, про результат, да, где-то схема, может быть, там, игровые связи, перерыв и так далее, отсутствие Бирюкова, это все вот игровые связи, это те моменты, которые не наигрываются на футбольном поле. У Титана были немножко другие проблемы, это за полем, и вот, наверное, здесь взял вверх как раз футбольный бог, почему, потому что, с точки зрения общей структуры ФКСП был строже, четче и понятнее, нежели Титан, да, та же смена тренера, да, на Медведеву, Горлукович, Архипов, смена основного состава, и вот эти передряди, они, мне кажется, вот вылились вот в такую недосказанность в финале, в финале, то есть взяла та команда, которая была более стойкой, наверное, вот так вот. Да, но мне кажется, что Титан просто вот в микро шаге просто. Да, ну вот в этом-то и футбол, он же складывается все из вот этих мелких кристалликов на протяжении всего сезона, где-то и в конкретной каждой игре все это, конечно. Да, пару секунд отделили Титана от победы в Кубке Запада, это вот ясно, как божий день. Тут удача просто, ну вот это ключевой фактор, да, то есть, как говорят, случайно можно проиграть, да, но случайно нельзя выиграть, но вот здесь вот на столечко удача была. Да, конечно, Мак, даже может быть меньше, я с тобой абсолютно согласен. Да, потому что в игровом плане Титан не уступил. Нет, абсолютно нет, но вот где-то везение везет, ты правильно сказал свою фразу. Ну, я не знаю, у меня нет больше слов, мы сразу перевернем страничку и отправимся подводить итоги первой дивизиона. Продолжаем мы подводить итоги чемпионата Запада всего, это наша треть уже передача, мы поговорили о вторых дивизионах, поговорили о Европуках, о Премьер-лиге, и вот очередь наконец-то настала для первой дивизиона. Мы задолжали самому интересному дивизиону, на мой взгляд, потому что, ну, хотели вот в конце его осветить, и мы пригласили, для этого будет нам помогать подводить итоги Дима Корнеев, футболинг-клуб ЛФЛ в целом, его легендарных игроков, ну, наверное, легендарных игроков ЛФЛ в целом, это вот так, по-правильному. Привет, Дим. Да, привет. С одной стороны, Дим, очень рады, что ты пришел к нам, но повод, к сожалению, не самый веселый. Почему мы тебя пригласили? Потому что первый Арсенал, подтвердить, так сказать, да, покидает просторы Западной Лики. Ну, к сожалению, да, мы приняли решение, что по окончании сезона мы заканчиваем с командой Арсенал, и переходим в ветеранскую лигу на юг, и будем продолжать играть там. Хочется сохранить состав, хочется играть в футбол и играть вместе. И сейчас нам, ну, пришло время, похоже, пришло время перейти уже в ветеранскую лигу. Это было какое-то ступень? Ну, последние сезоны... Местные или как вы поняли, что наступил? Ну, последние сезоны все для нас были очень тяжелые. И в прошлом году мы почти вылетели во вторую лигу, только в последний момент мы оказались, все-таки остались в первой лиге. И вот каждый год он все тяжелее, команды молодеют, мы стареем, и сложно держать уровень, хотя многие игроки у нас, ну, довольно-таки высокого уровня, но молодежь просто физически нас перебегивает, сложно, сложно не играть. Ну, вот, можно по примеру Атлантиса, который вот и пешком обыгрывает, но футбол, понимаешь, не бегает, а футбол. В принципе, у вас тоже очень хорошие, просто вы в начале, в середине сезона шли-то в середине уверенно. Да, вот этот сезон, начало этого сезона, первый круг, получился очень удачным. Как правило, мы каждый сезон начинали очень плохо, но в начале этого сезона из шести игр мы одержали четыре победы, к концу круга мы были на пятом месте, то есть это, ну, в этом году как-то прям хорошо игралось, но каждая игра, это каждая победа, каждое поражение, это огромный труд, огромный, ну, каждая игра была очень тяжелой, очень тяжелой. И то, что мы добивались результата, может быть, в прошлых сезонах нам где-то не везло, в этом бывало так, что везло, и здорово, что у нас так все-таки получилось. А то, что принимали решение, ну, принимали решение, попробовать ветеранки, чувствовали то, что, ну, надо попробовать ветеранки, при том, что более, там, 80, наверное, процентов наших игроков далеко за 35, и мы можем себе позволить практически всей командой просто уйти в другой турнир. Ветеран, а вот если бы Арсенал остался в середине или в верхней части турнира, то вот таких выводов не делали бы? Ну, ну, в течение всего года ходили разговоры, ходили то, что надо доиграть. Нет, мы очень хотели остаться, мы не хотели ни в коем случае вылетать. Вот это наша главная была задача, но никак не повлияло бы на то, что где бы мы ни оказались, все-таки решение было такое. Дима, а в вашу легенду был Арсенал за собой к вверх турнира таблицы по итогам? Розаков, может быть, он бы повел Арсенал за собой к вверх турнира таблицы по итогам? Ну, у Розаков, он очень востребованный игрок, его многие топовые... Особенно на банкетах, нет, если он Арсенал, то он на банкетах, мы его можем убивать. В банкетах обязательно, да. Ну, ну, тяжело, конечно, Эда затащить в команду, он зарабатывает деньги футболом. Ты можешь скидывать там по 500 рублей или там по 150. Да нет, Макс, я согласен, это даже вопрос неуместный. Сейчас, потому что, ну, Розаков еще может играть, может еще, собственно, футболом зарабатывать именно ногами. И может играть в высшей лиге, в топовых командах, получать удовольствие от высокого уровня, который он тянет. Друзья мои, ну... Ну, это мы про него, конечно, говорим. Буфо, это вы, это еще сейчас впереди. Нет, ну, нет, ну, нет, я согласен. Нет, ну, нет, ну, если бы, например, Арсенал бы платил бы Розакову, да, то мог бы он играть. То есть, ну, такие вещи... В общем, даже не дублины, ну, не обсуждали с ним, да? Не, не обсуждались, да, мы полностью бесплатная команда, мы постоянно вместе скидываемся. То есть, здесь такого нет. Но сейчас за ветеранах Эдуард Розаков играет за нашу команду. Мы играем вместе с ним. А, уже играете, да? Да, мы играем. Турнир уже начался. Тут получилось, что параллельно нам приходилось заканчивать первый дивизион Запада. И параллельно мы играли уже на юге ветеранки, потому что он начался в начале октября. И Эдуард Розаков, у нас сейчас лучший бомбардер в команде, что неудивительно, и помогает нам при игре. Это сколько вы сыграли и сколько он забил? Ну, мы сыграли немного. Забил, по-моему, 9, но был, по-моему, на 2 или на 3 игр. Ну, сейчас там травма не больше. Где Розаков сейчас вообще играет? Я вот после ФКСП, честно говоря, потерял след. Я тоже, мне очень сложно за ним следить. Знаю, что он за нас отвечает. Так, мне интересно... И очень помогает. Нет, ну, здесь вопрос нет. Кстати, ветераны уже начали, да? Новый чемпионат. Ну, на юге, да. Получается, они закончили в сентябре и практически сразу начали следующий сезон. Слушай, а Арсеналу вообще в этом году получается 20 лет? 2000-го года, если судить. Ну, наверное, да. То есть, как вот такая эпоха завершилась, 20-летний? Ну, это такой солидный стаж партизана. Сколько продержался? Ну, да, на самом деле, да. Арсенал начинал в Матвеевке. И команда, я в то время не играл в этой команде, но это были ребята из Матвеевки. Я их хорошо знал. Мы постоянно общались вместе. Когда Женя Бакланов пришел в команду, он, конечно, дал развитие. И когда Женя Бакланов пришел в команду, он, конечно, дал такой серьезный импульс Арсеналу. И вот Арсенал вот при нем, при тех игроках, которые приходили за Женьку, он, конечно, так расцвел. И был очень серьезный. Ну, да, вот почтим память Евгения Бакланова, безусловно, в первую очередь с ним всегда будет ассоциироваться Арсенал. Но вот будь Евгений жив, будь с нами, да, мне кажется, бы все-таки он бы оставил. Или, как ты думаешь, все-таки он тоже бы принял решение? Не знаю, наверное, бы не разрешил убрать. Арсенал у него был, и все. И я приходил в Арсенал именно из-за него. Ну, я не знаю, читал кто-нибудь интервью Сергея Жемечкова? Да, конечно. Когда он вспомнил пару Арсенала и Рженкова, он говорит, вот вообще, если кто-нибудь понял, что Рженков управлял Арсеналом. И даже играл. Да, даже играл, да. То есть, это вообще сейчас мифический такой персонаж. А, кстати, я вот видел несколько недель назад, наверное, от кем он приватил протокол. Ну, в вашу игру сидел и смотрел Трансконтейн. Да, да, да. Все заметили. Мы как раз посмеялись по этому вопросу, что сейчас даже Юра тоже так с иронией, что я типа мифический человек, мы так по этому вопросу посмеялись. Действительно, сейчас многие даже, ну, никто его, да, не видит. Но он есть. Но он есть. Всевидящее око Юрия Рженкова. Да, но жалко, на самом деле. Я вот так разгрыстнул даже, когда вот узнал, что Арсенал уходит, кто-то такая команда с историей. Ну, хотя бы переходите просто в другую линию. А название-то сохранили вы? Ну, название не сохранили. Название Винтек, ну, это наш партнер, спонсор. У вас же приставка такая была, один из сезонов. Арсенал Винтек. Один из сезонов, да. Один год нам было очень тяжело. Мы там практически стояли на вылет. И вот Владимир Михайлов, Винтек откуда название, он пришел там нам помочь. Помочь финансово, помочь в плане игроков, каких-то взять платных игроков, чтобы мы все-таки сезон закончили в первой лиге. Это даже не позапрошлый, по-моему, да? Это прошлый год. А, прошлый даже. И тогда, когда он зашел, мы поменяли название и вот там часть сезона играли, соответственно, под какие названия. Но следующий уже начался, опять, просто Арсенал. А Винтек, получается, правоприемник Арсенала, да? Просто в ветеранской лиге. Мы в Винтек играли много лет. Опять же, Женька меня туда приводил. Там и Дишковский играл, и Богомолов Денис играл. То есть, многие игроки из Арсенала, в том числе, параллельно играли в команде Винтек. С Вовой Михайловым я знаком уже лет 20. По разным турнирам мы с ним ездили. Там в основном в бизнес-лига. 5 плюс 1, да? Да, там 5 плюс 5 плюс 1. И как раз и Эдуард Розаков там играл, и Васюта играл, и Богомолов играл. То есть, все мы с Настей были там. И Михайлов, как раз помня Женьку, помня Арсенал, зная меня, вот пришел нам помочь. Кстати, Эдуард, я посмотрел, в «Забруде 86» играет. Чемпион свал. Точно, точно. Я буквально недавно видел в галерее его фотографии. Вот я не мог вспомнить. С двух побед они стартовали, да, но чемпионы Северо-Востока. Там лига тоже, кстати, укрепляется. Перед сезоном Арсенала какие были задачи? И, собственно говоря, что хотели от этого чемпионата сезона? Хотели играть, хотели получать удовольствие от игры. Задача быть в пятерке, там, в десятке, не важно. Это было не важно. Важно было вместе собираться, приезжать, играть, получать удовольствие от игр. Ну и, конечно, победы тоже хотелось, чтобы были. Это была, в общем-то, главная задача. До последнего момента то, что мы могли оказаться во второй лиге, ребята, ну, так, расстраивало. То есть, все-таки не хотелось понижать дивизион, ну, ни от нас это в данном случае зависело. И многие могли уйти. И, благо, мы остались первой, сохранили команду. И, может быть, это тоже какой-то импульс дало тому, чтобы и начинать сезон, и вот на первый круг, чтобы нас так хватило. Какой-то самый, может быть, памятный матч в этом сезоне, который запомнился особо. Памятный матч это с кеглями. С кеглями очень тяжело играть. Они сами не играют и другим не дают. Хорошо, так еще никто не говорил. Мы как-то заблокированы, знаешь, себя пытаясь кеглевым. А кекс, как сказал про Арсенал, ты помнишь? Дим, мы теперь будем тебя все время цитировать относительно кеглей. Ну, все ребята из кеглей, это половина там из партизана, с которыми я играл, всех артальных, я также знаю, конечно, тут без обид. Но я к тому, что очень тяжело с ними играть, просто невозможно играть. Невозможно создавать моменты, чтобы за игру создать несколько моментов, это крайне сложно. И они забьют, и тогда совсем просто огромная проблема. И вот в этой игре мы начинали это довольно-таки так на своей половине, прям все, прям четко отрабатывали. Но, тем не менее, все равно пропустили первыми. И потом, через Капрала они держат мяч, мы выдвигаемся, Капрал вперед, и просто невозможно было зацепиться за мяч. И повезло, ну не повезло, Васютина забил очень красивый гол, передача шла с фланга, и он каким-то образом штрафной, головой переправил в дальний угол. 1-1, и потом мы еще один забили. То есть, это вот такая очень тяжелая, очень тяжелая игра, и то, что она завершилась нашей победой, все ребята были такие счастливые. Сегодня 10 декабря, четверг, а этот матч был почти год назад, 8 декабря 2019 года. Вообще, это все один сезон. Как это? Да, сезон дотянулся. Вот. И вот это самое памятное, да? Да, это запомнилось, прям вот, прям запомнилось. Ну, запоминает самые яркие, да, моменты, и вот здесь не все матчи, я помню, но вот, прям, и гол, как мяч летел, как разобивали, как стояли после на трибунах, сожидали. Вот, это запомнилось, конечно. Ну, кстати, про кексы, можно тоже. Руслан Федотова, игрока в Балтике, Крылатской, он назвал вас такими крабиками. Как Макс, правильно? Ну, если цитировать, то сказал, ну, арсеналы, это такие крабы, корявые, такие, с которыми в том плане, что очень неудобно играть, вот они какие-то корявые, но при этом кусают, там вот это что-то, вот создают вот эту ползатью, то есть он, как бы, ты вот, кегли, да, имел в виду такой футбол, который мешает другим играть, а он, вот, вашу команду, подчеркнул, чтобы, чтобы, вот, с вами неудобно так играть. Ну, про крабиков у нас Юра Васютин, который получает мяч, в ногах его держит, и вот, кто вокруг него вот так вот перемещается, никак не может этот мяч забрать, и как он проходит сквозь, там, двоих-троих и решает моменты. Васюти, да, при этом достаточно габаритный форвард, да, и с виду кажется, что где-то медлительный, где-то неповоротливый, да, но при этом у него получается вот как-то вот проходить, крабий ход, крабий ход. Да, и удар, он, конечно, он там будет лучший бомбардир нашей команды, и, конечно, его большую пользу приносят, и если его нет, в этом сезоне так получилось, да, то, что он там получил травму, и много игр его не было, и мы, конечно, очень сильно учимся, от него многое зависит. Нападающего играет, да? Да, от него, нападающего, у нас, по сути, один нападающий, другие, кто не пробовал, а когда его нет, кто впереди играет? Играет Тихомиров, то есть мы тогда переходим на игру Володя может и от вратаря до нападачи, в буквальном смысле универсал. Да, он и вратаря, когда там Чапа ломался, или там удалялся в очередной раз, или там в защите сыграет, и Хава сыграет, ну и нам приходилось, играть очередно столба, то есть менять свою игру, ну, она не всегда приносит результат такая. иногда ставили Бека у корабля на Диму, но ему тяжеловато играть, если, ну, защитник такой быстрый, физически сильный, то Диме удобнее играть без прессинга, то есть ну, поздновато, все равно поздновато, но Васидин очень плохой. Васидин, лучший бомбардир команды, все равно 28 мячей запятых ходит. Да, да, 28 мячей запятых ходит. Давайте переключимся на турнирную таблицу, Дима, и поговорим вообще, наверное, проведем итоги на последнем туре, вспомним, как это было, потому что были определенные интриги, поговорим о стыковых матчах. Откуда начнем, друзья, сверху, снизу пойдем? Ну, я низ лучше знаю. Ну, я думаю, что и вверх тоже, но давай тогда снизу, что-то говоря, пойдем, потому что в конце была интрига, очень серьезная. Ну, во-первых, начнем с тех команд, которые остались у нас, в Атутино, да, провал первого круга, так скажем, хотя вроде бы как надеялись на то, что команда сможет где-то сверкнуть в первом дивизионе. Пандемия вроде длилась достаточно долго и после обещали нам, что в Атутино возвращаются лидеры и начинается новая, так скажем, вторая эпоха. Согласен, Макс? Да, да, именно так, что в Атутино выходила в медалях, выходила из второго дивизиона Б, да, вместе с Барцем, кстати, да, и действительно ребята приличные были, которые ушли потом. Куда-то они пошли, там, другие округа, там, для каких-то суперцелей и их в пандемию как раз удалось вернуть. Это, в первую очередь, Алиных, да, который интервью, кстати, нашему коллеге Роману Шатаку дал, статья у нас на сайте, и Эдик Сметанкин. Вот эти ребята вернулись, плюс там еще несколько человек и пошло-поехало. Вот именно после пандемии приличные они выглядели и кусали, и ничья с Мистерией, да, 3-3, и обыграли за Речи, по-моему, там, достаточно с крупным счетом. То есть, так сказать, неудобным соперником были для всех. Но уже потеряно было очень много, то есть, по сути, 2-3 чемпионата проиграли, и уже удержаться шансов не было. Ватудина опускается у нас во второй дивизион. Дима, что вспомнишь про матч с этой командой? Мы, как правило, очень тяжело играем вот с Низом. Почему-то и в прошлом сезоне так было, и, по-моему, в этом мы ватудина проиграли, насколько я помню. Но вспомнить сложно. Ну, Макс, в целом, где-то, да, общую картину нарисовал, но в втором дивизионе, как думаешь, будет задача выйти опять первую и не повторить вот этого провала? С тем составом, который сейчас есть, который заканчивал, если опять не разойдутся, то однозначно будут бороться за возвращение в первую лигу. Главное, вот этих ребят удержать, потому что они были, условно говоря, лидерами, и Ватутина попал в ту же ситуацию, в какую попал флагман. Флагман в начале сезона, да, мы помним, начинал флагман, и у них ушли лучшие игроки. И флагман все, поменялся местами с Westside. У Ватутина удержались, вернули, но уже было поздно. Если останутся, то будут назад возвращаться, конечно, однозначно. Ты сказал, Макс, про Westside, как раз вот поаплодируем, наверное, Роману Звереву, Дим, наверное, слышал, да, что Westside зашел не сначала чемпионат, а была рокировка. Как он сказал, извиню, как он сказал, что мы, ну, как вы, наверное, уже не помните, но мы начали чемпионат с очковым багажом команды флагман. Точнее, с его полным отсутствием. То есть, там было там пять игр, пять поражений, ноль очков. Ну, во-первых, все-таки дадим должное Роману Звереву, который действительно сделал очень большой объем работы в этом году, в этом сезоне, и команда, во-первых, не побоялся пойти за мечтой. Понимаешь, и смотрелся очень достойно. И даже победа над теглями после пандемии, она говорит сама за себя. Но, к сожалению, уровень нашей первой лиги достаточно высокий, на мой взгляд. И в этом году тоже. Хотя, говорили об обратном. Может быть, где-то чуть он, может быть, общий и упал, но средний уровень, он все-таки почти ровный был. Да, вот именно то, что ровные команды, и неизвестно, кто выиграет, кто проиграет. То есть, плотность очень высокая, от течения всего чемпионата было. Не было явных лидеров, и прям явных аутсайдеров. Ну, вот мы говорили про ВСайт просто, о том, что смогут ли ребята выбраться из зоны вылета, но здесь даже камень в гору не закинуть. Сделали все, что смогли, но начинать так, действительно, Роме было очень тяжело, и мы где-то переживали, честно говоря, дазовый сайт, и хотели, чтобы Рома сделал вообще невозможное, что невозможно и возможно, мы бы сегодня вышли там заголовком. Дима Билан, да, да, Макс бы пропел бы в студии, но, к сожалению, ВСайт сделал все, что мог и опускается во второй дивизион. Вот кто мог лучше сыграть, так это импульс, это однозначно, но там опять все, вот мы берем все начало сезона, начало сезона, опять импульс проваливает, но там были потери на трансферном рынке, Миннич и Лямцев, да, два игрока, которые всю погоду делали просто, это как, я не знаю, это, наверное, как Марк Ведука, да, и Алан Смит для лица Дэвида О'Олирия, то есть, это потеря, которая была невосполнима тоже. Такая же картина, по сути, как у Ватутина, и только во втором круге Александру Кодину удалось там молодняк подсобрать, да, и они начали выигрывать, то есть, ситуация зеркальная с Ватутина, и вылет. Ну, я думаю, у многих команд такая проблема, чемпионат очень длинный, и кто-то и по травму, да, не может играть, да, и команда из-за травм лидеров, да, опускается, да, не набирает свои очки, и также переход, то есть, здесь, в общем-то, все команды в равных условиях, и вот это перемещение игроков, оно, в общем-то, нормально. Особенно я бы подчеркнул, что есть вот команды, которые вот сильно зависят от лидеров, да, вот ты сказал, что вот, когда у вас Васютина нет, это крайне сложно, да, что-то вот в атаке придумывать. Также вот, и в принципе, Ватутина, это Алиных, и Смитанкин, у Импульса, это Минич и Лямцев, то есть, там пусть и разные причины ухода, да, насколько я знаю, у Лямцев и Минич, там, по условиям они не сошлись, вот, и все-таки финансовый, да, насколько я знаю, да, то есть, там был момент вот в финансах, и, соответственно, они вообще не... Вот, кстати, интересный, смотри, достоверность нам, конечно, неизвестна, да, но первый, второй дивизион, Лямцев и Минич выиграли для Импульса, без одного поражения. Дальше, первый дивизион, и здесь, ну, немножко, все-таки уже по-другому, надо играть, да, вот, смотри, мы предполагаем о том, что, наверное, Импульс с первых начал проигрывать. Два игрока... Они забыли уже, как это делать. Это раз, да, ну, то есть, мы, Макс, помнишь, тогда говорили, то есть, либо они попросили больше денег, ну, может быть, был приезд победы, да, приезд победа хорошо оплачивается, допустим, да, но когда ты проигрываешь, приезд уже кажется не таким сладким, вот, то есть, либо хотели больше денег, либо игроков больше, ну, для того, чтобы играть. То есть, вдвоем первую лигу не обыграть. Согласен? Да, конечно, согласен. И вполне эти требования, если это было так, но они, в принципе, обоснованы. Если начинаешь с поражения, это говорят о том, что уровень первой лиги выше, ну, понятно, что он выше, что надо команду расширять, надо добавлять игроков. Ну, вряд ли, что чем больше денег дашь, тем лучше я буду играть. Ну, скорее добавлять каких-то игроков, которые позволят показывать результат. Либо ты должен, если вот с точки зрения игрока, ты говоришь руководителю, там, увеличь мне, там, на какую-то сумму. Я хочу, но я гарантирую результат. Допустим, да, вот мы там с Миничем, да, сделаем, Лямцев говорит. Минич говорит, вот мы с Лямцевым гарантируем десятку тебе. Ну, я имею в виду, по итогам сезона мы попадем в десятку. Вот, за такую сумму. Либо так надо тогда делать. Ну, Александр Курин, это человек, который только за первое место поэтому десятка не подошел. и у него вариант. Я уж не знаю, как он, бедный, выжил. Нет, но на самом-то деле после, опять же, перерыва им просто неплохо. Смотрелся, обыгрывал и как-то нащупал вот эту свою игру. Но и Клим Кодин, кстати, перешел в Клим, Господи, Клим Канатив. Я уже скрестил шерководителем. Клим Канатив перешел в Феникс, да? Да, да, да. Давайте пара «Арсенал» и «Заречья». Почему? Потому что «Заречья» вообще воспрял духом тоже и неожиданно был близок к тому, чтобы украсть у вас вот это стыковое место-то. В предпоследнем туре вы встречались, этот матч как раз мы специально ставили под трансляцию и 4-3 проиграли. Да, меня, к сожалению, на этой игре не было. «Заречья» довольно-таки неизвестная команда. В свое время я там работал в «Заречья», и в футбол играл там, и до сих пор играю за ветеранов в «Заречья». И там нескольких ребят знаю. Но по поводу игры мы что-то много пропустили. Ну, как и всегда. Мы очень плохо начинаем игры, и когда уже включаемся, не успеваем забить столько, сколько нужно. И да, в этот раз «Заречья» помогали как могли, тянули их вперед. Потому что как раз было 4 очка у вас разница после победы. Да, для нас очень важная игра. Конечно, если бы мы выигрывали, мы бы решали свой вопрос. Ну, выиграв еще наверное одну игру. А тут прям до конца пришлось до конца. Ну, да, но вот «Заречья» вновь мы весь низ практически говорили, что был неудачный начало сезона. После перерыва команды начали собираться уже, конечно, поздно. А у нас наоборот. А у нас наоборот вы себе гандикап какой-то сделали. Но основная задача была в ее выполнке. остаться в первой лиге. Уже походу сезон наверное немножко переформатировалось в то, чтобы именно конкретно остаться. Нет, то, что остаться в любом случае, да, играть, остаться. Но вторая как раз половина была удивительная. Мы выигрывали у команд, выигрывали, обыгрывали Барс, который занял первое место на бросков 85 очков. Удивительно. У меня, кстати, в этот день я был в роддоме и родился сын. Приехали и проиграли 2-1. Поздравили. Ну, если бы вы знали. Нет, у меня должен был сыр родиться 14 ноября. Срок стоял, там все, чемпионат России и 5-10. Я должен был приехать как раз с Арсеналом и я Андрею Бурову звоню, говорю, Андрей Валерьевич, вот так и так я, извините, не могу приехать. Он говорит, ну, может, ты все-таки отъедешь на часок, отыграешь и вернешься. Увы. Но я просто смотрел этот матч потом. Была победа тоже. Ну, непростая, очень непростая игра была. 2-1, по-моему, да? Или 4-3-2. Ну, я просто помню, в один мяч. В один мяч постоянно, да. И потом, когда плюс 2 он отстал, там уже понятно, да, было. Ну, прям вся игра была такая прям, прям битва. Угу. Вышел. так, мы сейчас переходим как раз из тех команд, которые вылетели, зоны стыков и так далее. Идем, поднимаемся вверх. По Заречью, вот, по Арсеналу мы поняли, что ветеранскую лигу. Заречью, получается, что остается, или как, Макс? Ну, я думаю, что по спортивному принципу будет, Заречью, скорее всего, будет предложено остаться. Ну, если они так хотели, если они так хотели, боролись за этот выход, да? в первой лиге. Да. И, насколько я слышал, они там виды меняются, как раз хотят. Тут момент какой, тут в стыковых матчах проиграли Миф и так, кто Миф проиграл? Цемент. И Цемент проиграл, да. И, значит, дело в том, что из высшей лиги-то у нас никто не вылетает, да? То есть, это уже две свободных вакансии, плюс Арсенал уходит, плюс еще несколько команд думает, да? Например, Турбина. мы сейчас дойдем, да? Тоже думает. Вот. Я думаю, просто я к чему-то закончу мысль, что вакансии, я думаю, будет достаточное количество, чтобы было предложено, в том числе, за речи. Поэтому, если они передачу посмотрят, то пусть не разбегаются никуда, там не заявляются. Я не исключаю, что такая возможность будет. Ну, а стыковые матчи для вас было важно. Очень рады. Выиграть, но борьбы не получилось, все-таки класс сказался, плюс настрой, я так понимаю, да, бозы пределы? С мифом очень тяжело было играть. У них там пару ребят бегали впереди, быстрые, молодые, то есть у нас просто защитники там вешались от них, ну, они индивидуально, то есть, вот как раз в лужниках получается все-таки больше поле, чем больше, чем на сетане, и вот игрокам молодым, быстрым, конечно, легче залезать в зоны, легче обыгрывать один в один, и вот там ребята нас там мучили спереди, и прям тяжело было, но все равно, да, у нас все получилось, хотя, поначалу там тоже один в один было, то есть, мы там не сразу такой результат дали. МИФ бы не затерялся в первом дивизионе, как думаешь? Ну, неплохие, ну, я думаю, что им там пару-тройку игроков, они приехали на нас там, 9 или 10, то есть, немного, и вот именно не рассчитывая, что, переговоры, не рассчитывая на то, что выйдут в первой дивизион, мне кажется. Не, они, кстати, переживали, я разговаривал, что у них там не было меня. Андрей, он прям переживал, он говорил о том, что они хотели задать первую. У МИФа такая задача стояла, они хотели, и я думаю, что и сейчас хотят. Надо еще не забывать, мы дойдем до Феникс-99, который тоже вышел в вышку, и это еще одна вакансия. То есть, я надеюсь, что МИФу будет предложено и, кстати, вернуться в первую лигу, потому что МИФ уже в первую лигу играл. А что касаемо Фиалуна, здесь тоже разгромная победа над Цементом. Фиалуна идет в первую дивизию. Ну, насколько я знаю, у Илья Леденев тоже, у него такие планы были. Другой вопрос, что он по какой-то причине неведомой нам покинул вроде как команду Фиалуна, но при этом продолжал за ней следить, знал все результаты, отписывался в чате, оставался ее как представителем. Надеюсь, они там свои вопросы внутренней кухни порешают. И думаю, Фиалуна тоже они и хотели. И в принципе, по игре точно в этой зоне, где Арсенал, где Атлетика, я думаю, что они вполне могли бы понюхать этого пороха и повоевать за выживание. Мы посмотрели как раз то, что полуфинал они играли, напряглись в финале с ними играть серьезные команды. Фиалуна, да, они даже в сухую выиграли. Нет, 9-2, 9-2, да, вы 8-3. Если команда может людей забивать, то... А вот вопрос такой, а финал когда? А когда финал? Я все жду финала Арсенал-Фиалуна и ищу в календаре. Боюсь, что не найдешь. Да? Не будет финала? не будет финала. Нет. Это в итоге решение было совокупное, да, или команда, или вот как это? Я уже понимаю, что не будет финала, но в итоге... Нет, просто нам скажут, что мы остаемся. А, то есть отпала необходимость, да? Отпала необходимость играть в финал, да. и Арсенал решил... И Арсенал оставили, но на тот момент мы еще никому не сказали, что мы уходим. Но все знали. Но все знали. И за нами сохранилось место первого дитяна. Да. Ну, для вас в первую очередь это был вопрос чести, да? Я правильно понимаю? Да, хотелось закончить первого дитяна. Что вы сделали в задачу? Давайте посмотрим еще три команды, обсудим Вер... с большими блоками Веер, Турбина и Атлетика. Ну, если Веер по сезону в принципе плюс-минус ожидаемо, где-то вот к низу или на таблице? Ну, да. серединка ближе к низу, наверное, да. Атлетика, ну, потому, наверное, как шел, Макс, наверное, тоже можно было предположить. Середка, Середка, да. Да, но вот Турбина это вот вообще такой был яркое начало во всех смыслах и футбольное, и нефутбольное, да, и так все вроде хорошо, и 1-0 у многих лигеров обыгрывали, но вот как-то смотрим на турнировую таблицу, а там 12-е место. ты знаешь, вот мы говорили, что у команд, да, которые не совладали, да, уходили лидеры, да, мы говорили про Ватутина, мы говорили про импульс, то здесь у Турбины ушел вожак, тут погиб Челубей, понимаешь, и все посыпалось, то есть Паша, Павел Седов, наверняка будет передачу смотреть, Тима, Паша, привет, в Ялту, да, телеграфирую, как мастер, в Мастере Маргариты, ну, тоже сказать, насколько я знаю, там с семьей уже живет, вот, уезжаю, телеграфирую, Ялта, там, не помню, как цитату у Михаила Булдакова, в Мастере Маргариты, вот, но, как только Павел уехал, да, он продолжает следить за командой, там, продолжает участвовать, как, я думал, вот, как-то материально, наверное, помогает, но, с уходом вожака, естественно, посыпалось все, ушел весь костяк, практически, там, набирались, в общем, сейчас, Владимир Сонников взял в свои руки управление, да, остались самые преданные, и, хорошо, что сохранили место, но, ищут, да, сейчас, сейчас, сейчас думают, сейчас, наверное, там, Вова с Пашей, там, он на связи, да, находится, вот, сейчас они думают, что, что и как дальше, и, попросили, кстати, вот, недавно, да, мы размещали на нашей страничке, просмотровую тренировку, да, то, сейчас они ищут варианты усиления состава, и, где дальше играть. Ну, а скажите, в последнем туре, как раз, встреча с турбиной, атлетика была, и у вас было ровное количество очков. У нас было ровное количество очков, но турбина приехала, вообще, без замен. Мы приехали с двумя игроками основного состава, остальные были все дублеры, я думаю, ну, сейчас нас, наверное, бабахнут. Ну, турбина сейчас, и турбина, да, разные, если бы они привезли свою основу, то они нас разбомбили. Ну, а у них приехало просто 8 человек, вообще без замены. Вратарь получил травму, в первом тайме, и все. Ну, конечно, в меньшинстве они играли. понятно, поэтому здесь такой вот расклад. Ну, надеюсь, что все-таки смогут собраться, и останутся на Западе. Ну, конечно, если Паша вернется, то, то там без вариантов, это самый, наверное, амбициозный на Западе человек. Он, как Вова сказал, это самый упрямый человек, которого он встречал в своей жизни. Это Вова Соник про него сказал. Ну, посмотрим. Хотелось бы Турбин увидеть такой, которая была как раз тоже в начале сезона. Макс, про себя что скажешь? Ну, не про себя, про Атлетика. Ну, Атлетика на своем абсолютно месте. То есть, мы где-то и высоко, в начале, тоже в первом круге, у нас там 4 победы подряд было. Мы Атлантис обыграли, сами по игре, там 3-2. Это вот, конечно, для нас, для Атлетики, я это хочу. Вот ты, Дим, как выделялся с киглями матч, да, и я, конечно, с Атлантисом. Это там был один из первых туров. Вторая, второй тур, по-моему, да, вот, и мы выиграли у Атлантиса. Ну, для меня это просто вот матч в историю. Атлетики там вот, я навсегда запомню эту игру. Вот, Барс обыграли, да, тогда у вас не ладилось еще в начале. 4 победы было подряд. То есть, начали хорошо, потом у нас начались вот проблемы, в том числе, вот спонсорский момент у нас закончился, и потом вот составом вот чехарда, 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 но даже когда мы опустились в зону вылета, ну, пелочи терты, я знал, что мы сохраним все равно прописку, и в итоге вот поднялись, Саш, на 11 место. Ты был уверен, да? Ну, была у меня внутренняя уверенность, да, потому что, ну, никто столько раз не выживал в первой лиге, сколько Атлетик. Арсенал, наверное, выше лиги, вот, да, но все время решал задачи. Вот, Атлетика также в первой лиге, и в итоге вот на своем, ни выше, ни ниже, заслуженное место. А заслужено ли место уникальной команды, мне кажется? Десятое место, 10 ничьих, это из Покаюг. Они как бы сыграли с Покаюг? В ничью? Это просто, это что-то нечто. Ну, во-первых, да, в первом круге мы сыграли с ними в ничью. Нет команд, которые не в ничью, не сыграли. По-моему, в ничью. А во втором круге, это низовая команда, да, то есть, они забили там 90 мячей, всего, там пропустили, ну, ну, в общем, забили не очень много. И мы после возобновления чемпионата уже в Лужниках, им горим 0-7. Вот как мы умудрились 0-7 проиграть, причем там все по делу, все залетело, все забили. Вот поэтому... 0-1 было бы... 0-1 было бы... 0-1 было бы понятно, 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 но... И мы настраивались на игру, говорю, ну, команда там тяжелая, много не забивает, много не пропускает, то есть, такая возня будет. 0-7. 0-7, да, добрый вечер. Зато в первом круге 1-1. Да, ну, точно. Ну, 9, второй бой подряд, СПК Юг, больше всех ничьей, 10, как вот, вот удивительно, такое свойство, при этом, ну, как команда Низавай, да я бы не сказал. Низавай имеется в виду, что мало забивают, мало пропускают. Ну, она играющая, не могу сказать, что она прям сидит, вот... Нет, не сидит. Нет, играет вроде в футбол, но почему так получается, вообще нет объяснения. по-моему, да, вот прошлый год мы тоже с ними две ничьи там, или может быть разница, один мяч была. В прошлом у них 12 ничьих, открыл, не понял, 23 ничьих, 22 ничьих, это вообще, ну, для 8 на 8, это просто нереально, не реально. Мне кажется, вообще во всей Москве нет таких командов. Не раз по этой игре это «Эспокаюк» отмечали, и очень многие удивились, почему идет так внизу, хотелось бы тоже «Эспокаюк», какого-то качественного рывка. Ну, почему идет, потому что минус 2 очка в каждой игре. Тем не менее, в серединке они держатся. но я бы 10-й мяч 10-ю ничьими, это, конечно, уникальное дотяжение. Макс, кстати, вот про «Атлетика», 151 забит, 151 пропущен, как же 0, это как вот... Я бы с ними, поменялся бы, стал бы низовой. То есть, если такими термиями, то мы, если они низовые, то мы верховые, но это кошмар. Пропускать столько это просто нельзя, это просто стыд и срам. Да. У нас много забитых, там у нас лучше бомбардировали вообще всего дивизиона в команде, играть, причем с большим отрывом, но мы дойдем, да, вот, но пропускать 151, это ужас, ужас. То есть, здесь понятно, да, что нам нужно усиливать? играет им веселый футбол. Ну, веселый такой расстрель, но для тренера это каждый матч серпом по месту, которое всем нам понятно. Неровный сезон еще получился у команды Портер, с одной стороны. Был длительное время внизу, честно говоря, мне кажется, что Портер вот будет до последнего тура решать задачу того, чтобы остаться, да, то есть, смог попасть в цыке, но Портер очень уверенно прошел вторую часть сезона, решил свои турнирные задачи, в принципе, успешно, достаточно рано, но главная задача была, это все-таки кубок, кубок, ну, еврокубок, любой кубок, какой угодно, кубок. Лига Москвы, в финале был обыгран Геннамит, я не знаю, не слышал, наверное, что Портер обыграл, вот, поэтому сезон, наверное, чемпионат сезонный был, наверное, не столь важен, важно было все-таки остаться, в принципе, команда это сделала, по потенциалу Портер тоже очень, ну, середня, как минимум. Да, они не свое место занимали в первом круге, я удивлялся, что такая команда, не набирают очки, но вот с Ковальчуком с Максом я разговаривал, он говорит, ну, вот просто, где-то, реальное невезение, кто-то махнул мимо мяча, куда-то отскочило там игроку, и вот они очков не добирали, ну, с тех игрок, конечно, которые должны были быть. А вот с Ульяненковым все добирали. Да, с Ульяненковым, да, дай ему мяч, и все, иди обниматься в центре. Да, Ульяненков чемпион запада, на секундочку. и финалист Кубка ЛФ. И Кубка ЛФ. И Кубка ЛФ. Ну, только финалист. Вот, ну, смотрите, Ультра в этом году тоже поболтало. Помните, начало было? Вообще сумасшедшее, там, горячий феерил, смыв все сзади перекусывал, но вот стабильности не хватило, наверное, опыта на длинные дистанции, хотя, я все-таки хочу отметить Ультра по этому сезону, восьмое место, это тоже очень достойно, при том, что, как было тяжело, после хорошего начала, больно было падать все-таки. Да, ну, Горячий ушел в Мегатитан, а Паша смыв сломался, да, травму получил, и, конечно, из-за этого ультра результаты вниз пошли. Потом они вернулись, и вернули, были позиции, ну, более-менее. Ну, относительно, да, в последнем туре, вот, правда, был проигрыш в Балтике Крылатского, который мы, кстати, переходим, и, Балтика Крылатской пятое место. Вообще, удивительно для тебя? Для меня удивительно, что команда, в общем-то, особо сильно не меняющаяся, по составу, тем не менее, ну, довольно-таки на высоком уровне на протяжении вот уже многих сезонов. я очень рад за Балтику, конечно, молодцы, показывают такой результат. Седьмой, да, все-таки? Седьмой, я сказал. Да, они были долгое время на пятом, а потом все просто чуть-чуть не жил. Да, да, Балтика седьмой, но Балтика высоко, да, весь сезон шел вверху, да, и даже строки они были. Не все бойцы, то есть, они, конечно, очень хороший был, показывают, не очень тяжело играть. Ну, вот они грамотно шли вверху, когда надо, откатились, все, сейчас ни тыкв, ничего, Тихо спокойно готовится к третьему сезону. Все, на опыте. Ну, вот, хотелось бы, чтобы вот такую Балтику мы видели в следующем году, да, все-таки, мне кажется, запала есть у этой все-таки команда, еще не все она сказала. Ну, да, то есть, мне кажется, что Балтика сейчас тоже находится там, где она сейчас, ну, и должна находиться, и, да, у них есть, в принципе, и силы, и желание дальше играть, в первой лиге. В вышку, насколько я знаю, не пойдут, да. Нет, у нас, не хотят. Что касается вышки, у нас интересная ситуация сложилась в последнем, буквально, натуре, потому что, мистерия, Константа играла с Кеглями, а Феникс 99 играл с Барсом. Вот Константа Кегля, ну, понятно, что уже ничего не решала, да, Константа приехала, по-моему, с Семером, на игру против Кеглей, потом было у Долини, то ли, травму получил, травму, да, получил, и Константа отказалась играть, вот тоже. Такой, не прокатил. Не прокатил. Мне вспоминается матч, с Альбионом, когда Альбион опять в поле играла против Альбион, ну, больше десятки там получили. В общем, ну, конечно, не прокатит, естественно. Там в Восьмером-то может не прокатить, и с заменами может не прокатить, поэтому, да, я думаю, она прекрасно это понимает. Ну, Константа вообще сделала прорыв в этом году. Команда очень здорово шла, обыграла Барс, обыграла Кегли и шла к тому, чтобы даже могла на чемпионство замахнуться, но вот все-таки оступилась. Да, Константа хороша. Я в самом начале сезона, если помнишь, говорил, что эта команда выйдет в Высшую Лигу. Да, и по сути, по сути, они вышли в Высшую Лигу. Другой вопрос, что сейчас будут решать, восстановится ли Олег Филатов после тяжелой травмы здоровьем и вообще Константа хочет, не хочет. Пока что нет утвердительного ответа, пойдут, не пойдут. Мне кажется, что если команда получает возможность играть в Премьер-Лигу, все-таки надо идти. Дин, ты как относишься к этому? Ну, надо быть уверенным, конечно, что ты потянешь уровень, а приходить просто, чтобы посмотреть, чтобы тебя возили весь сезон, ну, удовольствие здесь не особо. Нужно понимать уровень, нужно понимать, какое место ты будешь занимать, тянешь ты уровень или не тянешься. Это очень важно. Мы мучились как раз там тоже последний год Арсеналом, когда играли в высшей лиге. у нас многие основные игроки ушли из команды и просто мы ждали, когда это все закончится. И могло так случиться, что мы просто потеряли бы команду. Просто все разберутся по-другому. В то же время вы там определенная опасность. Дим, оставались, опять там внизу где-то боролицы с Жаней, опять оставались, опять оставались. Я же в первой лиге я говорил, ребята, Арсеналом вы можете не ждать, они все равно останутся в вышке там в конце концов, да? Ну, в конце концов, да. Но тяжело это морально, да? Морально это очень тяжело. Когда за весь сезон выигрываешь там 3-5 матчей там ничтожно, ты забываешь, что такое победа. Ты приходишь на футбольное поле побеждать и если ты не можешь вспомнить, когда там в прошлом году что-то там было, это очень тяжело психологически. Но с другой стороны, вот как раз возможно проявить свой характер и показать, насколько ты стойк, так скажем. Но немногим. Ну, немногим, да. Тем более, все-таки любительский футбол он должен еще и удовольствие поместить. Константа, мы сказали, Кегли в этом году тоже тряхнули стариной. Вообще, были одним из главных фаворитов на выход, на прямую путевку в Премьер-лигу. но вот против Кольцова сильно повлияло на команду Дима Копралова против Кольцовых и так смазано, смазано, мне кажется, было. Кегли зеленоглазое такси, притормози, 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 или в конце. Только они же начали сезон, как они... Вообще, Вани, Балтика там, вообще просто, шарашили победу за победой. Кегли вообще не знаю, как остановить. Я помню, мы играли 1-0, 1-0 выиграли с Кеглями, когда в первом круге тяжелейшая была игра. Я помню, еще жар. у тебя день рождения был в этот день, я помню. Да, у тебя был день рождения и там же, по-моему, Кегли себе сами привезли. А, да, да. И Копрал тебе после матча говорит, Миш, с днем рождения. Я смотрел. Кольцов шутил еще, что ты тут, типа, устраиваешь тут такие поздравления, Миша. Такое ощущение, что это 3 года назад было, да? Да, это было очень-очень. Да, это было в этот сезон. Я смотрел этот матч, я увидел этот гол и то, что матч закончился, вот одним вот этим голом, да, ну, ошибки. Это, конечно, ну... Ну, такие матчи, честно, они классные. Вот когда 1-0, такие вот тяжелые, очень интересно играть и смотреть, и когда борьба, постоянное напряжение, это вот самый смак футбола. Ну, Кегли, они не собирались, подытожив, да, не собирались никуда выбираться, наверное, да, поэтому важно было вверху, но Кегли в очередной раз просто показали свой класс. Да, они показали то, что они хорошая, сильная команда и зашли в пятерку, да, в тропку, да, очень хорошая команда. Вот мы так верхушки начали перепрыгивать с команды на команду. Те команды, та команда, которая хотела в Премьер-лигу, провела крайне иронный сезон, это Феникс 99, которая была и задача, но там есть объективные причины, но при этом в последнем туре, на самом деле, Феникс встречался с Барсом, с нами, и устроил все, ну, победа и ничья, устроил Феникс 99, чтобы запрыгнуть в стыковые матчи, при этом, нет, почему? А, да, нам, в принципе, ничего, мы уже чемпионы были. Так вы же хотели по очкам опередить. Вот, ну, это уже такой, в тростепенном моменте, мы чемпионы. тоже не могли. А, это схема была, то есть, да, это схема была, и мы 3-1 вели у Феникса 99, 3-1, во втором тайме 3-3, и буквально там за, точнее, на 60-й сравнивается счет, Феникс там радуется, все, мы расстроены, думаю, елки-палки, ну, ладно, ничья, на самом деле, всех устраивала, нас мы первые по очкам, вот, а Феникс в зоне стыков играет, в результате, мы как Швеция и Даня могли сыграть на чемпионате Европы, в ничью просто скатать на своей половине, да, и итальянцев, то бишь, Феникс, отправить туда. Да, да, и все, но у нас Гриша Раковица в последней атаке буквально делает, что-то 4-3. Он просто не знал, да, ему не сказали, да, и в результате, мистерию, мы отправляем в стыки, а Феникс, нет, они потом попали в стыки, по спортивному принципу, но вот, если бы, например, Кегли, да, решили бы играть, то, получается, что, вот так, несправедливо поступил бы футбольный бог, но с другой стороны, Феникс сам, 99 виноват, потому что, действительно, неровно было. Сергей Стеблецов, Сергей Владимирович Стеблецов, гость нашей прошлой передачи, поставил, Фениксу 99 за сезон 3 с огромным минусом. Ну, наверное, можно с ним действительно согласиться, потому что, задача первой места была. Да, высоко, опять же, команда шла, но потом вот начались какие-то разбросы и шатания. Понятно, что есть причины, мы говорили, что объективные, но при этом, есть команда, в любом случае, хочет бороться, надо все-таки, ну, хотя в пятерку, в стыковых, быть железно. Зато, вот, команда сенсация этого года, мне кажется, это мистерия, как по результату, так и по игре. Очень играющая команда, интересная, мне очень нравится. И, наверное, тоже заслужила в этом году стыки. Я бы сказал, с командой открытия, все-таки, не сенсация, потому что, в том году, мистерия тоже была хороша. Ну, открытия, да, с москвичом они бодались во второй лиге, да, то есть, на равных. Согласен, что одна из самых игроков на открытии? Не могу вспомнить, игры, но, скорее всего, они нам там, столько забивали, что просто сил не было поднять глаза и посмотреть, и посмотреть, что у тебя там. Нет, но с первого раза, вот так, в смехе. когда, если команда выходит из второй лиги и сразу попадает наверх турнирной таблицы, что команда очень серьезная. Хотя, опять же, премьер-лига многих отпугивает. Потому что уровень был очень сильный в премьер-лиге. И первых, наверное, сколько там, команд 6, просто запредельный уровень. Да, но я вот отмечал и говорил о том, что Мистерия, если бы попалась в премьер-лигу, то могла бы в принципе делать какой-то репрендинг состава, потому что есть Болихов, есть Симаков, да, тренер, два тренера, и мне кажется, даже под себя они могли просто футболистов каких-то привезти. То есть собрать неплохую банду, которая бы в Сергенте была бы точной и бодалась бы с лидерами. Тут им надо как гонгломерат составлять. То есть уже Феник-99 идет в вышку, вот Мистерия, Константы, им вместе такой альянс собрать, туда зайти и вот уже будут эти очки точно, потому что они уже друг с другом будут играть. Согласен, Миш? Да. А вот так получается, что каждый из них опасается, допустим, если кто не пойдет. А так бы могли все втроем и там уже можно там допустим набирать очки с этими командами. Друг у друга отбирать, да, там и плюс ну там с нижней частью точно можно играть где-то. Ну да, да, а потом не забывайте, что если чем больше пойдет команд из первого дивизиона в Премьер-лигу, то тем уровень-то будет ровнее. Да. То есть и больше будет интересных матчей. Понятно, что если зайдет одна команда, да, она как одна в поле будет. Да, все будут там бить, да, тяжко будет, вот как Адидас. А если зайдет 3-4, то это уже совершенно другое. Это уже можно играть и уже будет и битва внизу. А может быть обыграл соседей по турниной таблице, раз уже и Светову уже поинтереснее. поиграть. Микклфейл где-то там замаячил. Ну да, условно говоря, уже вот интересно. Вот что хочется. Если бы пошли бы там Мистерия, Константа, все зашли, Альбион, ну представляешь, что уже Дюпель, к примеру, уже 4 команды, с которой плюс Космосфера, условно, Коммунар, Адидас, вот, 7 команд, которые могут бороться. Уже интересно. Вот я говорю, надо Константе, Мистерии и Фениксу сформировать тройственный союз и пойти на Антантов. Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет. Дюпель и Барс. Собственно, вот, две команды, которые получили путевку напрямую, прежде чем мы о них скажем на экранах сейчас стыки. Мы еще раз говорили в прошлом году, в прошлой передаче, сейчас просто напоминаем, что Константа вообще все стыки сыграла 2-2 и все по пенальти на зубах. Выграла полуфинал, но финал проиграл Фениксу с 99. Вот так вот как бывает. тоже два раза 2-2 это тоже так интересно. Хотя, хотя Фениксу с 99, опять же, мы говорим, не попал в стыки, но при этом вышел в Премьер-лигу по спортивному принципу. Мистерия вот с Константой до 2, Альбион проиграл Фениксу с 99 и в финале вот этого мини-турнира Константа проиграла Фениксу с 99 тоже по пенальти. В принципе, все вот. Опять же, вот эти матчи стыковые показали, что, вот пожалуйста, Альбион 4-5, Фениксу с 1-3. Вот как было бы в Премьерке интереснее. Ну, штыки классные получились. Штыки классные. Да, вот команды, которые могут пойти, это будет гораздо интереснее. И уровень самих команд, он будет естественно расти. Дюпель 13 проиграл Мистерри в предпоследнем туре, сделав Барс чемпионом. При том, что на 59 минуте счет еще был 1-1. И Дюпель вообще вел. То есть, Мистерри это волевую победу Юра Соловьев там дважды забил. И с Академ Ботовым я общался, он сказал, что Соловьев постоянно забивает Дюпель и мешает что-то сделать. Он тебе привет передавал, кстати. Спасибо, Академ, тоже. Передаем тебе большой привет. Хотелось нам поговорить не только сегодня с Димой, подвести итоги с Арсеналом было важно, но и хотелось еще поговорить с командой, которая вышла в Премьер-лигу. Вот Академ Ботов сегодня не пришел. Мы вообще ждали двух гостей сегодня. Дела. Ладно, пусть решают дела. Я просто к чему, что ждем вас в Премьер-лигу. может он это дела как раз и решает. Да, вот-вот-вот. Дюпель подтянет. Ген, давай, Дюпель подтянет? Я думаю, что подтянет. Очень хорошая команда. Там пожарник им очень так... Платонов, Щекарь, Донских, Донских, Вратарь Дзоне, который пылил в Премьерке. Все известные ребят, все игравшие, и у них очень хорошая команда. Вот именно команда. Они играют очень хорошо в командный футбол и приносят результат. Очень сильная команда. Мы с ними правда, сыграли 5-5 в первом круге, но во втором они нас просто шансов никаких не дали. Очень хорошая команда. Ну вот Дюпель играющая команда, но не хватает все-таки строгости, даже нет, не стабильности, а вот дисциплины. Игровой. Игровой, потому что ее добавить, где-то чуть-чуть тебя подготовить, и команда совершенно выйдет на новый уровень. Я в этом убежден. Я думаю, высший лидер придется поправить. Ну да, хотелось бы, чтобы все-таки команда туда пошла. Но Дюпель очень ровно провел сезон. Всего лишь восемь поражений. Это очень мало, это меньше всех в этом чемпионате. И, помнишь, в прошлом году мы тоже Дюпель отмечали игру, но не было стабильного результата. в этом году еще добавился результат. И как результат второе место, и то до последнего, до предпоследнего тура было непонятно, кто был чемпионом. Дюпель мог стать первым. Но стали мы, которые стартовались с пяти поражений подряд, если честно. это вообще уникальный случай. Барс в зоне вылета шел, потом переформатировался. Я не знаю, что там, Дмитрий Юлевич какие слова подобрал. Страшно представить. Но Барс, конечно, заслуженно. так вы просто катком прошлись во втором круге по всем абсолютно командам. Собрали такую банду, но тут мне кажется, что все уже видят какой Барс, каким составом играл второй круг Барс. Каждый скажет, что нечего делать в первой лиге. Конечно, нужно идти и не мешать ребятам, которые играют в первой. Команда стрелялась прицелом на премьер-лигу. Я об этом говорил, что сейчас мы наигрывали для этого заявлять в лигу F, для этого была вторая часть чемпионата, чтобы какой-то костяк наиграть на следующий сезон, потому что сейчас будет усиление, но будет точечное. Команду полностью обновлять не будем, смысл тогда мы играли. Поэтому будем исключительно точно подбирать, но мы рады этому чемпионству. Я рад. Я вторая выиграю первую дивизион. С Успенским сначала. выигрывали, но там заявлен таким отрывом. В этом году мне понравилась была борьба, до последнего тура абсолютно ничего не понравилось. Да, очень круто. А я хочу поздравить и еще хочу отметить, что в этом чемпионате у нас команды первые даже три места имеют по девять по восемь поражений. Это о чем говорит? Не о слабости лидеров первого дивизиона Запада, а ровности нашего чемпионата. посмотрите, Магистраль выходила, Успенская, даже Комунара, у них было минимальное количество потерь. Я помню, СТК Магистраль когда выходила, они вообще только один матч проиграли авангарду. А сейчас круто, Барс Дюпель абсолютно по делу, Константы, все лидеры кого мы переврали, но все равно 9 потерь, 8 потерь, 9 потерь. Это говорит о чем? И даже Арсенал в ничью с Дюпелем 5-5. Барс обыграли, Атлетика тоже Барс обыграла. Это круто. У каждой команды есть возможность играть лидером выполнить успешно. Вот Макс, ты сказал про самый памятный матч, Дим, ты сказал про самый памятный я отмечу два матча это с Атлантисом сразу после перерыва, потому что выиграли. И Барс виноват в том, что Атлантис снялся. Расскажи, просто зрители не знают. Я по-моему уже говорил, что мы на последней секунде забили четвертый мяч, они безумно психовали, нервничали, и после этого они приняли такое решение. Но там все по делу, были какие-то вопросы к арбитеру, но такого криминального, чтобы сказать, что там судья убил, конечно, нет. Притом, что было действительно тяжело, наше желание и уровень сошлось воедино. По снегу, скользко, но Саттальфису тяжелее всего играть в это время года, потому что они играют в футбол настолько классно, что им бегать не надо, у них мяч ходит, все, классно. И второй матч это Макс с Атлетика 3-2. 3-2, да, тоже в сугробах. Я, к сожалению, не принимал участия, я был на бровке, но честно, я эмоции испытал. Таймасов в конце плюнул в верхний Он в Атлантизу плюнул и плюнул с Атлетикова. Тоже мне запомнилось. Там буря была, ты помнишь, не буй, ничего планили. Атлетикой вел, Барс, это как Барс на Западе, это как Спартак в Берлиге. И поэтому для нас мне запомнилось два матча в этом году. Но, кстати, мы еще, Макс, выиграли Кубок Москвы, тоже надо отметить. Конечно. Западная команда, мы всех отметили. Портера, мы говорили в прошлой передаче ФКСП, Титан, что были, Титан был в финале. И мы тоже встали. Дмитрий Юрьевич доволен результатом Барса? Ну, в целом, да, задача на сезон мы выполнили. Я слышал, даже после кубкового матча с Транс Контейнером он вас собрал после игры, да, и хвалил за игры. Да, но действительно мы играли неплохо и закончили сезон на хорошей игровой ноте. мы доводим оптимизмом, смотрим в Премьер-лигу. Давайте еще раз посмотрим на турнирную таблицу. Мы ее практически обсудили, но плотность она достаточно. на самом деле очень плотная. То есть, можно одну игру выигрывать и тут же на три места вперед вверх и так же вниз и так в течение всего. Если слои брать, все рядом, стыковые рядом с чемпионскими местами, вот эти команды рядом со стыковыми тоже близко все, борьба за выживание тоже шла до последнего тура. Так что здесь, конечно, чемпионат интересный. получился очень жаль. Единственное, что жаль, что Атлантис, конечно, решение принял. Будем надеяться, что Атлантис без них, конечно, не то пальто. Вы отмечали важный матч. Я все-таки второй тоже скажу. Он как неважный матч, он получился веселый. Мы с Атлантисом 7-10 играем. То есть, это просто 17 голов. как будто бы мы просто играли без вратарей, без защитников. То есть, туда-туда, причем более-менее ровно шло. По 2-3 мяча Атлантис забьет, подстанет. Ему парочку забьешь, опять включили. И вот 10-10 матчей 17 мячей. И все мы трое отметили Атлантис, надо ему возвращаться. с ними очень приятные и тяжелые. И они сами играют, и тебе дают играть. Макс, давай турнирную таблицу, таблицу бомбардиров. Пожалуйста, ты озвучи пятерку, давай. С удовольствием оглашу список бомбардиров, поскольку первое место наш человек, полузащитник Андрей Стайн. Занимает он, забил 50 голов, и всего лишь один гол в пенальти, Миша. Я знаю, что ты все время выделяешь. Вот Андрей Стайн только один гол в пенальти. Если кто-то думает, что мы приписывали, ничего не приписывали, Юра Роженков не даст соврать. Все четко. И даже я, когда голевую передачу на кого-то случайно неправильно запишу, я Юре пишу, что Юра ошибка, там третью передачу отдал не тот, а тот. То есть настолько внимательно веду статистику, что здесь вообще вопросов быть не может. Андрей Стайн 50 голов, Андрей Митрофанов команда Константа 42 мяча, на втором месте третье место у Артема Антошкина, который забивал много за Атлантис и продолжил забивать за Феник 99, в итоге 40. Далее Евгений Горячев из Ультра 37 мячей, но здесь, наверное, сказался переход Мегатитан, долгое время движения не было. В основном в первом круге он все это забил. Если бы весь чемпионат, то там, конечно же, поборолся бы он за первую строчку. И Николай Сосонкин, Феник 99, на пятом месте, у него 35 голов. Сразу прыгаем к ассистентам. Это Николай Сосонкин, Феник 99, 42, 42 передачи, Юрий Васюкин, 31 передача, то есть не только забил, забил, 31, да, не только забивать, но и отдаёт. Константин Главской, 30 на третьем, Клим Канатев, импульс, 27, уже игрок Феникс, 99, и Андрей Стаин, твой Макс, 27 передач, и гол плюс пасс. Давай тебе слово. Да, гол плюс пасс, соответственно, первые два места поделили Андрей Стаин и Николай Сосонкин, простите, из Феникса 99. Если Андрей больше забивал, то Сосонкин Николай больше отдавал, у Стаина 50 плюс 27 и 77 очков, у Сосонкина Николая, соответственно, 35 забитые, 42 передачи, тоже 77 баллов. Ну, такой уникальный случай, на мой взгляд, что совпало очко в очко, да, что два лидера и по 77 баллов. Ну, все по-честному. Митрофанов Андрей 42 мяча и 25 передачи, 67 баллов. Артем Антошкин, Атлантис, Феникс 99, 40 голов и 26 ассистов, это 66 очков. И Юрий Васютин, Арсенал, как ты, сказал уже, 28 голов, 31 передача, 59 баллов. То есть, вплотную даже к тройке подобрался. Ну, насколько важный игрок в команде, который делает и отдает передачи и забивает голой. Да, цифры это ярко демонстрирует. Вратарьи, сыгравшие более 20 матчей, первое место это Расул Фарфудинов, это СПК-ю, конечно, 1,79, Дима Капралов, второе место, Денис Морозов, Джонни, Дюпель 13, Кирилл Кириллов, Балтика 13, 4, и Дмитрий Попов, Фомистерия, вот занимает пятую позицию, ну, в принципе, все вратари достойны. Да, достойны, все известны, все достойны, да. Вот, и, естественно, СПК-ю на первом месте, здесь по вратарской позиции. Меньше всех пропустили. Да, но, кстати, последнее, что вот, отмечу, да, это в гонке бомбардиров, гол плюс пас нету ни первого из команд, ни первого, второго места. Мне кажется, это говорит о том, что команда играет в более, простите, тортологию командных футбол. Да, то есть, каждый, ну, высокий уровень и там, и у Дюппеля, и у Барса, и везде может решить любой игрок. То, в командах, там, Феник 99, и так далее, да, константы, заточены больше под конкретного футболиста, да, то есть, как раз от общего уровня все-таки надо поднимать. Ну, это и логично, то, что не один человек решает момент, да, в команде, а именно то, что лидеры играют в командный футбол и забивают любой из игроков. Это логично. Ну, то есть, условно, у Феникса Сосонкина прикрой, у Ультра горячего, там, у Митрофанова Стайна, Константы и Атлетика и все, и полдела сделано, да, то у Дюппеля и Барса, наверное, все-таки чуть сложнее, да, убери нападающего, там, кто-нибудь другой выстрелит. то есть, это говорит как раз о стабильности состава, стабильности команды, что один человек убери его, но команда продолжит играть и будет продолжать получить результат. Ну что ж, друзья, завершился наконец-то этот длиннющий сезон, он был сложным, он был интересным, он был неоднозначным. Наконец-то он завершился и мы, друзья, поздравляем вас с его окончанием. В ближайшее время Дмитрий Юрьевич Смирнов может сделать какое-то, мы с ним сделаем большое интервью, где он расскажет о том, как будем, где, и как будем в дальнейшем играть, и, соответственно, наши планы футбольные мы в ближайшее время обязательно опубликуем, но этот год мы провели с вами вместе на футбольных полях. Михаил Меркулов, Максим Киселев, сегодня у нас был в гостях Дима Корнеев. Дим, желаем успехов на ветеранском поприще, если вдруг захотите тряхнуть молодостью и еще поиграть на западных полях. Мы всегда рады вас видеть, но это была заключительная передача в натуре. До свидания, играйте в футбол. Пока-пока. Пока-пока.